Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он умирает от белой горячки Невероятно, но это так Медицина здесь бессильна Это его мать Что же погубило ее сына? Вот, конечно, водка Водка Ее ведь пьют многие Но вот человека больше нет Саше было всего 24 года Остался сын Осталась вдова Как сложится их жизнь дальше? Когда он поженился У них родился ребенок Он совершенно был трезвый Совершенно был трезвый Так что на его ребенке Никогда это не отразится Всего год назад Не было еще даже повода для тревоги Как же это началось? Ну, он же в доме Ведь взрослый человек, женатый Ведь как придут Так, ну, чаем-то сейчас Никого же ведь не напоишь Ведь сейчас чай не ставится Как говорится, он же не в моде Значит, дома понимали, что происходит? Я делала все Все делала Все, что могла Я все старалась делать Чтобы у нас была хорошая семья Я не знаю Я еще У меня больше сил уже не было Я все старалась Все А давно ли он стал пить регулярно? Ну, он раньше выпивал тоже Как вот мать здесь говорила Он выпивал раньше Но это все было в мире Все это было трезво Он очень замечательный человек Он мне все помогал Все делал Ну, как отец И для ребенка И для жены И для семьи Он все делал Он и сына его очень сильно любит И до сих пор И, вернее, он вспоминает И ждет его И он сына очень сильно любил Да, вероятно, она была Любящей женой Еще недавно Жизнь казалась ей Такой прекрасной Что еще могу сказать? Я даже не знаю У ее горя нет слов Что скрывать? Женщины В желании мужчин выпить Нередко видят Вполне простительную слабость А что думают об этом Друзья, Саша? Ведь не только работали вместе Вместе, наверное, и выпивали Один из приятелей Считает, что пили не так уж много Ничего особенного После работы Бутылку на троих Питоне каждый день Разве от этого умирают? Я лично думал, что это розыгрыш Лично я думал, что это розыгрыш Нет Не понимает Я не поверил, что он умер Ну, 24 года Сильный здоровый парень И вдруг Если бы не вы Я до сих пор не поверил Не понимает он, что трагедия Начинается тогда Когда выпивка Становится ежедневной потребностью Это начало болезни Что надавала вам Эта водка? Удовольствие, радость Одиннадцать часов Мы далеки от мысли заподозрить В пьянстве всех Пришедших купить вино Водку И тем не менее Многие трагедии Начинаются именно здесь Человек в шлеме Должно быть он за рулем А рядом дети Еще сигнал бедствия Чему может научить сына Вот такой отец? Вино губит здоровье людей Губит благосостояние семьи И что всего ужаснее Губит душу людей И их потомство Это сказал Лев Николаевич Толстой Вино берут дешевое Плохое Без разбора Ценятся градусы Люди покупают вино Когда Где И как они будут его пить Вечером за накрытым столом В кругу семьи Друзей А может быть в одиночку И тут же в кустах Всего три ступени ведут К этому порогу Выпивки Регулярное пьянство Алкоголизм Чтобы опуститься на эти Три ступени Не требуется никаких усилий Подняться по ним обратно Очень трудно Может быть выпивка Это его личное дело Каждый из этих людей считает Что он вправе жить так, как хочет Что ж это так Но при одном непременном условии Он не должен мешать другим Эти люди тоже Часть нашего общества И нам не все равно Каковы они Они считают Что именно так и надо жить Так развлекаться Так отдыхать Что все в порядке вещей Да и так ли уж велик грех Выпить пиво А еще лучше Водки с пивом Нет Это не их личное дело Мы обязаны вмешаться Ради общества Ради них самих Для этого человека Пригоден сейчас Только вытрезвитель Простейшая, но Действенная мера борьбы с пьянством Я сейчас вам расскажу Я сейчас вам расскажу Брат, ваша фамилия, гражданин Сколько вы сегодня выпили-то? Я? Так, по-честному Это сколько получается? Сколько получается? 500 грамм, наверное Читать? 1, 2, 3, 4 500 грамм, да? 500 грамм Белые, конечно, водочки, да? Белые Конечно Эти ребята Не буянят Не хулиганят Ну, перехватили малость С кем не бывает Может их отпустить? 32-я автобаза Шофер Вы слышали? Они шоферы Сядет такой веселый малый за руль И превратится в потенциального убийцу И он сел бы завтра в свою машину Если бы сумел добраться домой А кто-то сел за руль Алкоголь в крови сохраняется несколько дней Пусть человек пил не сегодня Все равно реакции у него замедленные За рулем он опасен За что наказана эта девочка Просто один веселый, безобидный парень Выпил не вовремя Пить, не пить, это ведь его личное дело Так ему кажется Дорогой ценой Обернулись тут пресловутые градусы Дороже некуда И скорая помощь уходит Здесь ей уже нечего делать Сигналы беды Они поступают сюда Драки Поножовщина Самоубийство Статистикой установлено Две трети совершаемых преступлений Происходят в пьяном виде Почти половина всех несчастных случаев На производстве Тоже следствие употребления спиртного Кому-то еще можно помочь Кого-то еще можно спасти Аристотель Последнее предупреждение На кровати Сел на кровати Сижу У меня в голове все Что кто-то старается меня убить Мне кажется все Кто-то окно открывает Хотя уж на четвертом этаже Сейчас это я сейчас понял Что в области Ну вот И там у нас дверь была Я все смотрел Вроде люди А тут с ножами Лезут и разговаривают Сейчас мы ему отрежем нос И ухо А этот человек Здоров ли он? Здоров он Как ваша фамилия? Он жив Но он убил свой разум Таким его сделал алкоголь Алкоголизм как причина смертности Стоит на третьем месте в мире После сердечно-сосудистых и раковых заболеваний Это данные Всемирной организации здравоохранения При этой болезни поражен весь организм человека И нужны усилия многих врачей Чтобы вылечить больного Но алкоголизм страшен не только тем Что губит человека физически Он разрушает его психику Теряется контроль над поступками Ослаблена воля Стираются грани между тем Что есть И тем, что кажется И то, что человек Не способен был бы сделать в трезвом виде Он легко сделает, когда пьян Бороться с такой болезнью нелегко Нелегко потому, что Сами заболевшие Не считают себя больными Захочу бросить? Брошу Так говорят обычно Всего лишь один процент Больных алкоголизмом Осознают, что они В самом деле больны Но этого мало Просто осознавать Должно быть желание Вылечиться Только тогда врач-нарколог Действительно сможет помочь Особенно если болезнь Не запущена Что с вами случилось? Начал выпивать сначала Потихоньку Я вам сейчас конкретный вопрос задам Сколько вот в настоящий момент Сколько дней подряд вы выпиваете? Уж почти две недели Около двух недель Ну и что? Вы не можете самостоятельно остановиться? Вот вы пришли к врачу-наркологу Для того, чтобы Попросить помощь Насколько я понимаю Конечно не могу остановиться Мог бы остановиться Ну а вот раньше Вот когда вы выпивали Раньше были у вас подобные запои И могли вы остановиться самостоятельно? Раньше мог Когда впервые в жизни Попробовали спиртные напитки? Сколько вам было лет? Лет 17 Этим ребятам По 16-17 лет Они наверное не знают Что если начать пить В таком возрасте Нужен всего год Чтобы стать пьяницей Алкоголик Наши дети Мы любим их Стараемся оградить От всяких бед Мы дарим им игрушки И балуем Рассказываем сказки Мы стремимся Научить их добру И конечно же Каждый отец И каждая мать Хотят, чтобы их дети Выросли хорошими Настоящими людьми Но всегда ли мы умеем Посмотреть на себя Глазами ребенка? Обычная пивная Но как много здесь детей? Сегодня все знают Об алкогольной наследственности Знают, что вместе с генами Ребенку передаются Не только цвет волос Или глаз У алкоголиков Очень часто дети Рождаются Неполноценными Физически Или умственно В детей все закладывается Удивительно рано Когда они еще далеки От сознательного Восприятия мира А мы Взрослые Отдаем ли мы себе Отчет в том Как губителен Порой бывает Для них Наш собственный Пример Мы сталкиваемся С этими детьми Которые Ну Чувствуют себя Не такими Как все другие дети У них нет Счастливого детства У этих ребят Нам тяжело И больно смотреть На этих ребят Которые Хотят видеть Нормальными Отцов Матерей И не могут Эти дети Часто бывает Что голодают Даже Эти дети Плохо одеты У них нет детства И мы страдаем От того Что у нас есть Такие ребята У них нет и дома Очевидно Потому что Тогда когда домой Приходит пьяный отец И начинает дебоширить Ребенок должен Бежать от этого И ребенок И мать Бегут из дома Ищут где-то убежище Хорошо когда они вместе Укрываются У соседей А ведь бывают И бывают такие моменты Когда ребенок должен Бежать на улицу Недавно в четвертом классе Писали сочинение Ребята Мой папа И вот когда мы Учительской читали Сочинение Стало грустно Потому что Большинство ребят Конечно написали Что они гордятся Своими отцами Они проводят Много времени Свободно с отцом А вот некоторые ребята Писали что Один мальчик Например написал Что я не люблю Своего папу Ненавижу Ненавижу своего папу Я ненавижу своего папу Потому что Он почти каждый день Приходит пьяный Серзает маму Меня И ничего доброго У него не осталось Для нас Мы должны бежать Из дома Прятаться от него Конечно это было ужасно И вот Как быть Как наказать Как заставить отцов Все время думать о том Какой они урон наносят Семье Детям своим Это конечно проблема Очень такая серьезная Мы пытались вызывать их На родительские комитеты Присутствовали родители Общественность Учителя Из милиции вызывали Разговаривали Ну в общем Это не доходит Даже с производства приходили Штрафовали И так далее Надо какие-то коренные меры Да Коренные меры нужны Семье Жене По час Невозможно бывает Самостоятельно Справиться С таким вот Озверевшим Отводки Человеком И тогда За помощью Идут сюда Что вас привело К нам Я хочу Чтобы его Отправили лечиться Можете Это только Помоги ему Вы знаете Он меня избивал И он и сидел уже Шесть месяцев Лишения свободы Ему я-то ничего не помогло Мне же много раз приходится У соседей ночевать Сколько раз ходила В садик Ночевала Вот я сегодня пришла Вчера у меня Вы посмотрите У меня какой-то здесь рог Он у меня как стул Млапшка Так я и полетела Сколько выпито мужчинами Столько слез пролито Их женами и детьми Говорил первый советский нарком Здравоохранения Профессор Семашко Но алкоголизм нетерпим Не только в быту Он причина прогулов Брака на производстве Еще одна мера воздействия Товарищеский суд Связанная с пьянкой Каратовский Сергей Петрович Каратовский Сергей Петрович 1951 года рождения Работает в отделении 1972 года За время работы В канадском отделении Сельскостехника Показал себя как Частый нарушитель Трудовой дисциплины Связаны все нарушения С пьянкой Несмотря на большую работу Проведенную местным комитетом И администрацией Общественности села Улучшения в поведении Каратовский Сергея Петровича Не наблюдается Во взаимоотношениях С товарищами по работе Руководителями Цеха, групп Не пользуются уважением Коллектива Вот такая характеристика Поступила на Каратовский Сергей Петрович Вы признаете за собой вину? Да Признаете Так что мастер цеха Скажет по вопросу Каратовский Сергей Петрович Дело в том Что значит нарушает Трудовую дисциплину Он подводит весь коллектив И коллектив Случается всех Премиальный Такой молодой парень Я не знаю Значит так распустился До потери сознания К работе он так Если он не пирует Он работает Но как запил Значит все Все нормы Приходится его Прежде говоря Выпроваживать отсюда Вот у меня такое Характеристика У меня все Дочь у вас Рисы Дочь Ну что она вам скажет Вы хоть Гостинцы Усполучки Хоть раз приносили Нет? Не думали На этом вопросе Да? Основное Чтоб бутылка Для себя была Так Жена здесь Что же Она скажет Вот расскажите Как он себя Ведет дома Можно с ним дальше Жить в таком вот виде Как он ведет себя Дома хулиганит Нет? Дома никогда не хулиганит Он придет И сразу же Через порог Еле-еле И спать Некогда хулиганить Да? Некогда Это он уробил Уработался тогда? Уработался У магазина Дальше значит Начаешь говорить Кончится пьянка или нет? Кончится Только немного времени пройдет Опять смотришь То с Исоев То значит Этот Саша Коротовский Все время с ним Пришла один раз На работу проверить Говорю, что они делают? Они сидят и ждут его Когда он пойдет за полочкой Получит полочку Выпит Вообще я не знаю Что делать Он говорит Езжай лечись Поеду Поеду И все Вот до сих пор едет Дальше Начаешь говорить Что хватит Что хватит пить Кончай Все Не буду больше На другой день Опять Ты опять выпил Ну так друзья Друзья Вот все время Слышь Ваше предложение Какое бы это? Ну ему надо Ему собрать все документы И пускай Едет Едет Самого Тот, которого сегодня судят товарищи Вряд ли осознает необходимость лечения Но он будет вынужден подчиниться Небольшой латвийский городок Валмиера Здесь на мебельном комбинате Применен новый метод лечения Лечение непосредственно на производстве Сейчас такие наркологические отделения Открылись во многих городах Прямо на предприятиях Здесь в этом корпусе живут больные Здесь же на комбинате они работают Суть нового метода В сочетании антиалкогольного лечения С трудотерапией Больного не только лечат Его труд оплачивают И большую часть заработка Получает семья Люди, которые прежде прогуливали Работали в полсилы Теперь трудятся нормально Удобно это и для больницы Ей отчисляется часть заработанных больными средств Общество делает все возможное Чтобы вернуть этих людей К нормальной жизни Срок лечения в таком наркологическом отделении Три месяца Это немного, если учесть Какую задачу ставит доктор Русманис И его коллеги В лечении хронических алкоголиков Самое важное Это возвращение Алкоголика, бывшего алкоголика После лечения В той микросоциальной среде Откуда он пришел в отделение Как его примут Обратно в семье На работе И та микросоциальная среда Где он все время жил И где он должен будет жить И то, чем он заполнит Заполнит свое свободное время Чем он заменит Имеющиеся до этого Компанию И вот Мы пытаемся Приготовить больных наших К жизни Обратно В той микросоциальной среде Откуда они Вышли С новыми идеями С новыми принципами жизни Во-первых Для этой цели Служит Фультерапия В отделении Само отделение Красивое Паркетные полы Встроенные шкафы И может быть Человек Даже в своей жизни Не видел Хорошую мебель И ему Вдруг появится интерес В первую очередь Мы должны Развить интерес К разным занятиям Для заполнения Свободного времени Чтобы они Учились Проводить Свободное время Без выпивки Без компаний Ну просто развлекаться Трезвой головой Научиться обратно Как это было в молодости И очень важный Пункт В этом деле Что имеет Человек В замену Компании В замену Бутылки Какие у него Другие цели Интересы Занятия На свободное время На то В чем развлечься Найти себе Удовольствие И веселье Вся система лечения В наркологическом отделении И психотерапия И труд Направлены К одной Главной цели Подготовить человека К новой Трезвой жизни Вот что говорит Один из бывших больных Что дало вам Это лечение Дает в первых Время Пообдумать Поразмыслить Опомниться Если хотите Что было Как жили Ну и как жить дальше Если еще кто вообще Хочет это обдумать Как жить дальше Люди разные там И такие Которые только ждут Когда время Истечет И жить так же Как они жили Ну правда Все с надеждой Что второй раз Уже не попадут туда Но надежды эти Не сбываются Третьего пути Не доно ведь Только Или пить Или не пить Я видел людей Которые Выписывались оттуда И очень скоро Опять туда приходили Вернулись Обратно Буквально 2-3 месяца Проходило И человек вернулся Обратно Вот такие примеры Знаю И теперь людей Ну которые не вернулись Туда Но недалеки Увы недалеки От того Чтобы вернуться Во всяком случае Идут другим путем Чем я У меня есть работа Я доволен своей работой Доволен жизнью Вы знаете Когда люди встречаются Такой Тривиальный вопрос Ну как дела Как идет Я отвечаю хорошо Но этот ответ уже Не шаблонный Я отвечаю Это действительно так Каждый человек Не повтори Жизнь у него Только одна И прожить ее Надо Достойно Но если кто-то Споткнулся Кто-то упал Можно ли оставаться Равнодушным В правиле мы Ничего не замечать Или только Осуждать Надо бороться Против них За них Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...